Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели, глубоко уважаемые президиумы. Большое спасибо за возможность выступить. Тема моего доклада «Индолентные баклеточные лимфомы». Безусловно, это то, о чем можно говорить целую вечность. Я постараюсь сконцентрироваться на основных каких-то моментах, которые, может быть, наибольшим образом изменились в последнее время. Немножко напомним историю классификации лимфом. Первая классификация вышла в 1956 году. Это классификация рапопорта. Она возникла, когда мы еще ничего не знали о том, что вообще лимфоциты делятся на Т и Б клетки. Но приходилось как-то морфологически классифицировать опухоль, с которой мы имеем дело. Основным классификатором был, конечно, размер опухолевых лимфоцитов. Те, которые опухоли были из малых лимфоцитов, как правило, вели себя более индолентно, пациенты имели лучший прогноз. Те лимфомы, где клетки были крупнее, как правило, у этих пациентов прогноз был хуже, лимфомы вели себя агрессивнее. Сейчас мы, конечно, знаем, что далеко не всегда это так, но это было уже что-то. И вот на основе этой классификации возникла потом классификация ФИП, несколько позднее. А затем, конечно, произошел рывок. Мы узнали, что лимфоциты бывают ТЭБ-клетками, и мы смогли эти два классификатора наложить друг на друга. То есть это морфология клеток, цитология их и иммунофенотип опухолевых клеток. Ну, кроме линейных маркеров ТЭБ-клеточных, появились еще многие другие иммуногистохимические маркеры, которые мы стали использовать. И вот возникло две классификации Люкс и Коллинз и Карла Леннарта, которые, в принципе, похожи друг на друга. Но у Карла Леннарта еще отражалась гистархитектоника опухоли, пусть даже она не такая богатая, как в солидных других опухолях из эпителиальных тканей. Ну и, кроме того, были некоторые терминологические изменения, было введено понятие центроцит. И, в общем, это довольно долго существовала эта классификация, использовалась активно в практике, потом была обновлена в 1988 году. Ну, вот вы еще видите, что была классификация, так называемая, рабочая формулировка, которая несколько отличалась по своей структуре. Там были лимфомы из смешанно-клеточной, из крупных мелких клеток. Это, в общем, не отражало биологию опухоли и ее поведение, поэтому это было подвергнуто критике. Ну и затем, конечно, у нас, кроме иммуногистохимических, ну или вообще иммунофенотипических данных, и кроме морфологии, и кроме клиники, еще накопилась активно генетическая какая-то информация об опухоли, спектр мутаций, цитогенетика. Понятно, что все мы это стали увязывать со временем с прогнозом тех или иных пациентов, и это нашло отражение в классификации. Возникла классификация РИЭЛ, совместная европейско-американская классификация лимфом, и на ее основе возникла первая классификация ВОЗ опухолей лимфоидной ткани. Это было в составе третьего издания книг опухоли человека ВОЗ в 2001 году, затем был пересмотр в 2008 году, это уже четвертое издание, и сейчас, в настоящий момент, мы имеем дело с пересмотром четвертого издания классификации. Ну вот это направление нашего развития, то, о чем уже сказал подробно Вадим Валентинович, куда мы двигаемся, это молекулярная биология. Вот наша задача, с одной стороны, не запутаться как-то в этом лесу из многочисленных молекул, белков и их генов, которые их кодируют, понять, какое они имеют значение, какие мутации имеют ключевое значение для развития той или иной нозологии, какие являются мутациями-пассажирами, и как-то еще научиться это более-менее эффективно и быстро использовать в рутинной практике. С одной стороны, это, в общем, наверное, недостатки классификации, кроме того, как выясняется со временем, далеко не все молекулы, которые нам сначала кажутся специфичными или высокочувствительными, потом не всегда оправдывают наши ожидания. Но есть, конечно, у этого и большие плюсы, потому что это позволяет решить некоторые проблемы, которые мы на исключительно морфологическом уровне решить не могли, и сделать нашу терапию затем более индивидуализированной и таргетированной у этих пациентов. Ну, теперь остановимся в отдельности на именно индолентных лимфомах, и я скажу сразу, что это, безусловно, такой классификатор очень условный, то есть индолентные лимфомы – это, как правило, лимфомы с более благоприятным прогнозом, опять же, относительно каких лимфом? Относительно агрессивных. Это все очень условно. Одни могут трансформироваться, безусловно, в другие. И, как правило, морфология этих опухолевых лимфоцитов, они, как правило, мелкие. Ну вот, если говорить о хроническом лимфоликозе, это, пожалуй, такая самая частая нозология в этом разделе, вот изменения, которые произошли в последнем пересмотре классификации, они касаются процесса лимфомогенеза, то есть поиска предшественника для хронического лимфоликоза, это так называемый моноклональный б-клеточный лимфоцитоз. В общем, он был выделен в предыдущей уже классификации, однако произошли изменения, его разделили на два подтипа относительно уровня циркулирующих в периферической крови моноклональных б-лимфоцитов. И вот тут вариант моноклонального б-клеточного лимфоцитоза, где лимфоцитов много, вот, как вы видите, больше порогового значения, у него была достоверно обнаружена взаимосвязь действительно с хроническим лимфоликозом. То есть это общий спектр мутаций и профиль экспрессии микро-РНК. Также возникло и другое подразделение моноклонального б-клеточного лимфоцитоза по его иммунофенотипу, который определяется в ходе проточной цитофлюриметрии. Есть так называемые два подвида – это ХЛЛ-подобный фенотип и ХЛЛ-неподобный фенотип. В общем, это имеет какое значение? Дело в том, что случай моноклонального б-клеточного лимфоцитоза с иммунофенотипом, который не похож на иммунофенотип хронического лимфоликоза, могут трансформироваться в другие лимфомы индолентные. Например, в лимфомо-маргинальной зоне, самое, пожалуй, частое или, может быть, просто наиболее отчетливое наблюдение, которое было сделано в последние годы – это лимфомо-маргинальной зоны селезенки. Безусловно, и для других лимфом, конечно, выделяют вот такие же состояния с циркуляцией моноклональных лимфоцитов. Это и фолликулярная лимфома, и лимфома из клеток зоны мантии. Ну и кроме того, если говорить непосредственно о самом лейкозе, вот было некоторое уточнение, когда мы ставим, наконец, диагноз лейкоз, это когда у нас достигнут порог более 5 на 10,9 в литре циркулирующих моноклональных B-лимфоцитов, вне зависимости от наличия клинических симптомов. То есть та же самая анемия может быть и при моноклональном B-клеточном лимфоцитозе. Эти клетки вытесняют, соответственно, предшественники эритроцитов, однако диагноз ХЛЛ мы ставим только при условии этого порогового значения. Ну, понятно, лимфома из малых лимфоцитов, которая, безусловно, очень связана с ХЛЛ, в общем, фактически одно и то же заболевание. Для нее тоже были выделены отдельные неблагоприятные прогностические факторы. Как вы видите, это центр пролиферации, состоящий из иммунобластов крупного размера. Это индекс пролиферации Ки-67, больше 40%. Экспрессия белков семейства МИК, вот мутации перечисленных генов. Ну, вот два, пожалуй, хороших таких маркера, которые можно довольно рутинно иммуногистохимически использовать. Это ZAP-70 и CD38. И, в общем, ZAP-70 даже в его экспрессии, в принципе, может считаться суррогатным маркером ХЛЛ из лимфоцитов, в которых не прошла гипермутация в цепях иммуноглобулинов. Соответственно, он имеет более худший прогноз. То есть это менее дифференцированный пул лимфоцитов. Ну, и вот, как вы видите, действительно главный фактор прогноза – это, собственно, статус мутации вот этих генов. Ну, теперь перейдем к пролимфоцитарному баклеточному лейкозу. В общем, изменения произошли как бы несущественные, их особенно нет. Но тут актуальным вопросом диагностики является то, что и морфология похожа у этого лейкоза на предыдущий лейкоз. И, в общем-то, и монофенотип тоже похож. Различия не очень существенные. Это вот меньшая экспрессия CD23, CD5. Пожалуй, минорные различия только заключаются в более частой экспрессии CD79B. Это микроглобулин, который у более зрелых лимфоцитов теряется. Хотя мы помним, что официально пролимфоцитарный лейкоз является все-таки зрелой клеточной опухолью. То есть он пролимфоцитарным называется исключительно из-за морфологии. Ну и кроме того, FMC7, как правило, здесь позитивны чаще, чем в хроническом лимфолейкозе. Это, конечно, всегда лейкоз, в отличие от предыдущей нозологии, которая может преимущественно выглядеть как лимфома с преобладанием поражения в лимфоузлах. Ну и вот что касается генов тяжелых цепей моноглобулинов, они всегда перегруппированы. Это зрелые лимфоциты, однако в 50% случаев не мутированы. И вот уже названы две молекулы, ZAP70, CD38, они в половине случаев могут экспрессироваться, но здесь, в общем, тяжело это увязать с прогнозом. Волосатый клеточный лейкоз. Вот здесь действительно существенное изменение, это уже, о которой сегодня говорилось, известная нам мутация Бераф. То есть, как мы видим, одни и те же мутации, одни и те же гены являются очень часто универсальными, совершенно в разных опухолях. Здесь она тоже есть, это активирующая мутация ВИ-600И. И вот более чем в 90% случаев она здесь есть. Это вот ключевой, пожалуй, такой маркер для диагностики этого заболевания. Однако, конечно, не всегда она есть. При ее отсутствии может быть другая мутация, МАП-2К1. И, в общем, эти случаи ассоциированы с использованием, как вы видите, определенных классов вариабельной части при перегруппировке цепей моноглобулинов. Вот актуальным вопросом является дифференциальный диагноз между волосатоклеточным лейкозом и некоторыми другими лимфомами. Чем они все похожи? Они похожи, прежде всего, у клиника. Это, как правило, все заболевания, которые в большей степени проявляются как лейкозы с поражением костного мозга, селезенки. Редко вовлекаются лимфоузлы или, в крайнем случае, лимфоузлы ворот селезенки. У них очень похожий иммунофенотип, как вы видите. Они все зрелые, бэклеточные лимфомы, у них бэклеточные маркеры линейные, у всех позитивны. Если говорить о маркерах CD5, CD23, они скорее их все дифференцируют от HLL, но не между собой. Понятно, маркер герминально-клеточный CD10 тоже негативный. Дальше есть некоторые минорные различия. Если, например, дифференцировать волосатоклеточный лейкоз и его вариантную форму, то это экспрессия маркеров ключевых, так называемых, для волосатоклеточного лейкоза. Это CD123, CD25, анексина-1, тартрат, устойчивая кислая фосфатаза и наличие мутации БИРАФ. Дальше, если мы, например, дифференцируем между собой диффузную мелкоклеточную и бэклеточную лимфому с поражением красной пульпы селезенки, с таким тяжело произносимым названием, с волосатоклеточным лейкозом, то здесь, в общем, провести дифф диагноз значительно труднее, но есть у нас, к счастью, такое антитело, как CD103, которое, как правило, позитивно имело в волосатоклеточном вариантной форме лейкоза, а не в диффузной лимфоме с поражением красной пульпы селезенки. Ну и есть у нас еще такая лимфомо-маргинальная зона селезенки, которая очень похожа тоже морфологически и иммунофенотипически на предыдущую лимфому с поражением красной пульпы. Но здесь помогает у нас морфология, как правило. Все-таки лимфомо-маргинальная зона, натонная лимфомо-маргинальная зона, и что здесь выше дифференцировка опухолевых клеток, они пытаются сформировать какой-то нодулярный, фолликулярный тип, просто какое-то подобие маргинальной зоны. Лимфоплазмоцитарные лимфомы тоже существенные молекулярно-генетические изменения. Это мутация MYD88 с заменой лицина на пролин в 265-м положении в подавляющем большинстве случаев. Почему это важно? Потому что есть лимфомо-маргинальной зоны, их всевозможные варианты, которые могут давать запросто плазмоцитарную дифференцировку в той или иной степени. В свою очередь лимфоплазмоцитарная лимфома тоже состоит, безусловно, из смеси малых лимфоцитов, плазмоцитов и плазмоцитуидных лимфоцитов. Ну и иммунофенотип у них очень похож. Это зрелые уже клетки негерминально-клеточного подтипа. Тем не менее, вот эта мутация в лимфомах маргинальной зоны, как правило, не выявляется. А тем не менее, есть в лимфоплазмоцитарной лимфоме. Ну вот еще два состояния, которые нельзя назвать полноценными лимфомами. Это моноклональные гомопатии неясного клинического значения. Теперь у нас их две. Это иммуноглобулин М и нон-иммуноглобулин Н. То есть со всеми остальными подтипами иммуноглобулинов. Гомопатия, что является важным, пожалуй, что они тоже могут рассматриваться как стадия лимфомогенеза. То есть из одной может формироваться лимфоплазмоцитарная лимфома, которая в большинстве случаев характеризуется именно парапротеином класса М, а не другими типами. А, соответственно, из той моноклональной гомопатии, которая секретирует другие классы иммуноглобулинов, вот у нее есть взаимосвязь с плазмоцитомой. Она именно в нее может перетекать при прогрессировании. И морфологически изначально обе эти лимфомы, то есть обе эти, вернее, два состояния, они похожи на те лимфомы морфологически, в которые могут прогрессировать. На дальняя лимфома маргинальной зоны, в общем, выделен отдельный вариант детского возраста, который имеет хороший прогноз. В чем проблема диагностическая? В том, что ее тяжело дифференцировать от атипичной реактивной гипоплазии маргинальной зоны, да еще и с монотипической экспрессией моноглобулинов, которую мы так привыкли рутинно определять с помощью капы лямбда антител. Поэтому здесь настоятельно рекомендуется проведение молекулярно-генетических исследований с определением, соответственно, перегруппировки генов тяжелых цепей и выявление цитогенетических аномалий. Если говорить о фолликулярных лимфомах, в общем, уже была в предыдущем издании классификация фолликулярная лимфома ин-ситу, так называемая, но теперь ее немножко поменяли название на неоплазию ин-ситу, она имеет дроп-1. Тоже предположительно стадия лимфомогенеза для последующей фолликулярной лимфомы и характеризуется гиперэкспрессией BCL2, яркой выраженной экспрессией CD10 в герминативных центрах отдельных фолликулов. В общем, что является важным? Ее надо дифференцировать каким-то образом от фолликулярной лимфомы, уже развернутой, однако с частичным вовлечением лимфоузла. В общем, как вы видите на этом слайде, но здесь показана именно фолликулярная лимфома ин-ситу, то есть сохраняется поляризация у этих фолликулов, даже это видно из КИ-67. Кроме того, четко дифференцируются, соответственно, границы между герминативным центром и мантией. Но если вообще говорить о лимфоузле, как правило, здесь фолликулы не сомкнуты, не собраны в группы, все-таки уже с частичным вовлечением лимфомой эти опухолевые фолликулы имеют тенденцию к группировке. Еще вот новшество, пожалуй, из фолликулярных лимфом. Фолликулярная лимфома педиатрического типа. В общем, ее с точки зрения морфологии чистой, вспомним предыдущие варианты классификации, когда мы только основывались на морфологии, ее трудно, наверное, назвать индолентной. Вот она имеет такую крупную морфологию ядер опухолевых клеток, такой областуидный вид специфический. Ну и кроме того, у нее отсутствует гиперэкспрессия BCL2, то есть это нетипичный вариант с точки зрения иммуногистохимии. У нее другой спектр мутаций, то есть тут ниже вообще количество мутантных генов, ниже копийность мутаций, указанных на слайде. И у нее более благоприятное поведение по сравнению с классической фолликулярной лимфомой. То есть вот здесь такой разрыв, несмотря на морфологию, казалось бы, более агрессивный, но поведение более у нее позитивное. И даже в ряде случаев, если это поражен один лимфоузел, а достаточно только экстезии пораженного лимфоузла. Но она, конечно, условно названа педиатрической, потому что просто подавляющее большинство случаев действительно до 25 лет. Ну и напомним, что есть еще другие фолликулярные лимфомы, тоже БСЛ-2 негативные. Это, в общем, не редкость. Есть лимфомы с поражением яичка, фолликулярные лимфомы из клеток фолликулярного центра с поражением кожи, тоже БСЛ-2 негативные. Тоже об этом стоит помнить, что не все так типично, как хотелось бы. И, в общем, последнее, о чем хотелось бы упомянуть, это лимфомы из клеток зоны мантии, которую с точки зрения своего поведения в подавляющем большинстве случаев трудно назвать индолентной лимфомой. У него, как правило, нехороший прогноз, однако выделен в новой пересмотре классификации индолентный лейкемический вариант. И вот его особенности клинические – это для него нехарактерно значительная лимфоденопатия, протекает как лейкоз, поражение периферической крови, селезенки, костного мозга. Опухолевые лимфоциты, как правило, мелкие, не всегда экспритируют, в общем, такой конститутивный маркер CD5 для лимфомы из клеток зоны мантии. Не экспритируют СУКС-11, однако в подавляющем большинстве случаев являются все-таки циклин Д1 позитивными, что нам как-то хоть упрощает диагностику. Ну и кроме того, стоит отметить, что, конечно, при накоплении мутаций, в частности, в гене белка АП53, она может трансформироваться в более агрессивную форму. Ластуидный вариант лимфомы из клеток зоны мантии. Ну и, в общем, если говорить о гистогенезе, о котором в гематологии мы можем говорить весьма условно, предполагается, что лимфома из клеток зоны мантии, вот конкретный лейкемический вариант, она происходит из тех клеток, которые все-таки прошли герминативный центр и ушли назад в костный мозг, вот для того, чтобы образовать этот лейкемический вариант. То есть это говорит о том, что у этих клеток имеется гипермутация в области вариабельных, соответственно, участках генов для тяжелых цепей иммуноглобулинов. Ну, вероятно, в том числе и с этим ассоциирован ее хороший прогноз. Но в заключении стоит сказать, что действительно, как мы видим, классификация ширится, полнится новыми формами, на нее очень сильное влияние оказывает молекулярная генетика. Ну и все-таки в большинстве случаев мы стараемся, когда формируем классификацию, как-то увязывать эти молекулярно-генетические данные с прогнозом конкретных пациентов. Спасибо за внимание.